приветствую вас уважаемые подписчики и зрители моего канала с вами я Георгий Славянко и вы на канале сделал сам поделиться с народом я хочу с вами поделиться информацией о данном квадрике как его подготовить к зимнему периоду эксплуатации ну зимнюю там осеннюю весеннюю летнюю без разного главное чтобы подготовили для того чтобы не попала на него вода я просто не знаю может быть уже и залакированы все платы но если не залакированы значит буду использовать вот такой лак пластик 71 где-то были кисточки хотел показать кисточка кисточка значит вчера я полетал ролики думаю уже я собрал и уже выложил уже да наверное его посмотрели этот ролик но я не показал что в результате полета у меня произошло то что я вот немножечко замял сзади камеру и крепление пришло не воду хотя падение было ну можно сказать на ровном месте вот она потому что прохладно морозе сбыл а пластик знаете на морозе он становится хрупким и тем более я не знаю почему но развалилась она очень очень некачественный пластик ну что ж заказывать вот это как называется печатные варианты но там они сделаны но нету вот этого крепления нету крепления но там оно есть но там немножко другое крепление это один из вариантов и другой он стоит как паровоз там это штуковина если это стоит что-то рублей 200 то то стоит чуть ли не 600 рублей но у меня жаба пока давит поэтому я пока что не приобрел а если конечно было вот с этим крепление уже наверно купил бы а так как с этим укрепление нету подождем ну а сейчас надо будет разобрать посмотрю что тут у меня каком состоянии находится платы за изолированные от влаги или не изолированные поэтому сейчас я не что я вам могу сказать я могу сказать только одно что не похоже чтобы не были залиты лаком на сверху это передатчик у меня стоит а снизу стоит контроллер так ну сейчас так надо антенну чтобы ее не сковырнуть значит надо открутить снизу надо больше откручивать полностью так передатчик лаком не покрыт элементы но почему-то передача кстати на резиновых амортизаторов какой великий смысл в этом не знаю понятия не имею в этом большой смысл так ночью он у меня уже немножко побывал и пыли насобирал ну и сам контроллер с регуляторами естественно тоже ничем нигде не изолирован вот я его разобрал вот такие его так а без них без них наверное не получится запустить куда же это закрепить не к чему хотя стойки можно придумать подумать стоечки стойки придумать и можно запустить без вот этих как они кругляхов вот этих кругляшков тут получается раз два три шесть стоек надо и можно зацепить и можно уже будет синий вуп меньше будет шуметь и может быть даже будет лучше летать имеется ввиду не будет меньше сопротивления ну как то так здесь стоит бузер а вот бузера здесь стоит наверное хитрый хитрый так ну бузер то бузером интересно сюда можно поставить этот имеется до автономным питанием что-то и не вижу наверно все таки вот два контакта два бузера надо разобраться можно или сюда запихать бузер с автономным источником питания хотя далеко то не летаешь а так он пищит и рядом ну можно конечно улететь потом долго и нудно искать потому что батарейка есть отсоединится ничего продолжаем дальше итак разобрал даже вытащил вот этот переходничок который одевается сюда держится он здесь вот так платье прикручивается на двух вот этих саморезиках вот я его снял суда потому что подлезть к нему если установлено вот эти бампера как она называется невозможно снизу ну видите снизу стоят мосфеты так и так для тех кто не лазит но я полез хотя мне говорили не трогай хорошо отлаженный механизм у меня все равно любознательность добра не доведет ночью раз уже вскрыли давай посмотрим что на плате находится ну по периметру это и так понял мосфеты стоят наверно что еще может быть это у нас сам процессор контроллер stm 32 f745 но это чисто флинговский или как называется так это у нас гироскоп mpu-6000 там не видно что нарисовано mpu-6000 гироскоп это у нас барометр bmp 280 но маркировки здесь нету тут можно определить что нет есть отверстие небольшое это у нас микросхема osd на а 17456 е бэк но элементы всякие ну и где-то память здесь или это или это наверно все таки вот это внутренняя память это тоже я не знаю что за микросхемка понятия не имею но есть кто знает подскажите такие умные с этой стороны это мосфеты это чисто можно сказать плата регулятора оборотов двигателя вот так ну и набор элементов она там еще и светодиод есть здесь еще там два светодиодика стоит вот если присмотреться вот здесь он два светодиодика стоит вот принципе все что есть на этой плате но это передатчик но теперь будем мы это все лакировать да один еще из моментов смотрите когда будете разбирать если будете здесь вот такие есть проставочки ну не проставочки не похожи есть прокладки такие в машине топливные чтобы топливо не проходило они становятся вот вот здесь под низ поэтому будете снимать аккурат они как будто бы заодно целиком с этим но нет они отдельно стоят то есть наверно все таки повыше был ну и барометр так как барометр здесь не играет у функции как обычно имеется ввиду то есть удержание высоты расчет высоты и так далее здесь такого нету поэтому барометры есть но он функционально можно сказать не подключен можно будет подключить его потом как говорят можно подключить чтобы показал высоту ну это тоже интересно конечно потому что когда летаешь желательно конечно знать чтобы на кой высоте летаешь но все остальное что тут еще больше тут ничего такого нету ну бузер а вот бузер только наверно плюс минус минус плюс и больше здесь ни хрена нет уже касается бузера хотелось бы конечно подключить то был при пропадании сигнала коптере он начинает орать это я вам показывал что представляет бузер и у меня стоит на 7 дюймом ну а здесь пока нет сейчас залкирую и буду собирать в обратном порядке ну вот как то так касается устройства но это вы видели это сзади светодиод он статьи и сигнализирует разряд батареи то есть когда красный горит то говорит о том что батарея разряжена но это переходничок без него было бы очень плохо даже подключиться сюда не подлезешь потому что здесь стоит этот бампер и вот сюда его но никак не влезешь вы можно конечно просверлить какой-нибудь отверстие поэтому сделали именно вот такой угловой переходник поэтому тоже надо быть аккуратно чтобы его не поломать и его видите я снизу его заклеил чтобы грязь не попадала и принципе я думаю что но все равно понятно что нету здесь герметичности все продолжение следует будем собирать лакировать сейчас и будем собирать ну вот так берем такую кисточку у меня такая кисточка и начинаем покрывать лаком хотя говорят снег он диэлектрический то есть дистиллированная вода поэтому по идее не должен закоротить но если он был идеально диэлектрик другое дело а так на него попадает или в него попадает всякое да и это датчик как датчик тока или что-то в этом роде так ну все пусть пока подсохнет вот так он красиво выглядит теперь и потом еще один слой нанесем с этой стороны кто летает помещение это не обязательно но если летаешь на воздухе туда у меня помещение нету такого чтобы я мог рассекать без каких-либо проблем да и и не вижу я в этом большого смысла я пока не занимаюсь синематиком то есть съемка на диза деньги у меня нет это я не стремлюсь и не стремлюсь на один из моментов смотрите аккуратно чтобы не залить разъемы потому что барометра барометром разъемы тоже нельзя залить иначе потом будет ай-яй-яй контакта не дождетесь вот так как ну все как видите подсохло ну конечно еще надо время что но нормально подсохло мы теперь будем покрывать ритматом и загаром и эту сторону видите я заклеил барометром кусочком белой изоленты так ну все значит аккуратно с этой стороны поаккуратнее почему потому что здесь разъемы барометр поэтому надо с этой стороны поаккуратнее чтобы не залить потому что если разъемы зальете как я уже говорил и контакта не будет ой блин это же кнопочка 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 потому что здесь у меня еще бояться будет поэтому я тут все с этой стороны я тоже прошелся сейчас припаяю провода от движков и затем уже по верху пройдемся ой и потом еще раз пройдусь так насчет пока прервемся ну все один припаял теперь 2 паяли конечно сюда 100 ваттным паяльником лезть не надо здесь надо все таки паять аккуратненько маленьким паяльником для это у меня есть вот такой паяльник но я обзор проводил на него и по идее красиво же было но ляпать можно все что угодно так припаял надо чтобы посмотреть чтобы конечно были никаких козы не было и сейчас по верху еще пройдусь вот этой лаком пластик 71 все сделано все подделано теперь надо будет установить на место вот эти хреновеньки это надо снизу винты вставить и на них одеть вот эти как бы резиновые проставочки амортизаторы так задумано конечно бы лучше было амортизация и меньше было помех хотя бы не сказал бы что он тут как-то там колбасит его нет такого ну все теперь я сейчас по верху еще пройдусь вот этой жидкостью так называемый лак второй слой как это будет обидно упадет снег и все закоротит потом ищи 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 свищи ну все теперь надо будет собирать ну а собирать что я буду снимать когда сборка идет обратно разборки эту сложную уже нету особенность я вам показал куда что зачем и как если какие-то вопросы будут пишите будем разбирать по новой собирать смотреть и так я частично собрал ну и хочу с вами поделиться какие косяки нашел значит первый косяк то есть один это вот здесь они сплошные я так понял вставки не сплошные я только но отверстия сплошные а вот здесь почему-то не сплошное вот видите с этой стороны такое расстояние с этой стороны чуть-чуть то есть забито еще интересно пытается что-то высверлить не высверливается и когда закручиваешь винт то винт видите насколько только заходит то есть до конца он не заходит естественно не прижимает вот эту нижнюю пластину вот этому бамперу или как он там называется так что придется как-то это все немного высверливать и выкручивать чем это связано не знаю но какой-то наверное или забито чем-то или еще что-то но во всяком случае небольшой брак несущественный но все равно и даже не заметил когда она была вот когда начал закручивать вижу что пластина ниже не подходит на не прижимается винтов что так что еще она все остальное принципе как обычно не знаю все сделано ну так взять примеру здесь винты стоят паре на резьбе но не закручиваться здесь резьбы нет здесь не резьба здесь нужно саморезы сюда сюда и сюда и соответственно эти сюда дальше вот этот переходник который г-образный микро usb который выходит чтобы можно было подключиться снизу вот эта штуковина тоже держится но здесь держится на двух саморезах но они ну как очень плохо держится то есть закручивается прокручивается естественно прижим плохой и ну держит поэтому надо не усилить не усердствовать когда вы вставляете сюда разъем иначе все это отломается и можно оторвать разъемчик микро usb который стоит на контроллере вместе с регулятором вот такие это пироги и защитиной ну все все остальное смотрим дальше так ну что да кстати для фиксации я вот такой применяю 242 не знаю есть 243 там их всякие есть чем их разница ну мне синий то есть возможность открутить есть красный который без возможности открутить ну чуть-чуть намазюкал прихватил надо наверно вот сюда тоже вот эти тоже немножечко смазать чтобы не может быть будет лучше держаться то что там напечатано конечно это дохренища ну вот будто бы что-то что-то прихватил но она не держится так чтобы говорится с чувством с толком и со остановкой ни черта не получается поэтому так немножечко капнем и возможно будет держаться получше как говорил один герой фильма тени исчезают в полдень сомневаюсь я так здесь нормально если она закручивается в резьбовую вставку поэтому здесь держится хорошо некоторые конечно вот эти которые держат контроллер и здесь который держит передатчик и не просто ну вот это напечатанная ерундовина вставлено и все так ну что да кстати что касается разделов но здесь их перепутать практически невозможно здесь никуда в другое место вы не запихаете только туда где это не должен быть ну все как будто бы собрать собрал но как-то так она будет причем верхнюю пластинку прикручивать надо проверить проверить на предмет на кстати вот эти она засохла но она подсохнет и а так можно ее почистить то есть это не нейтролак хотя запах у нее тоже такого не совсем безобидного запаха так ну что надо будет блоку питания подключить и проверить а пока прервемся и так все собрал обратно кажется я уже все рассказал что хотел но теперь надо просто проверить значит сделал я вот такой переходник у меня кстати был мама мама ну что можно было запитаться не от батареи запитаться можно было от блока питания потому что блок питания у меня защитой по короткому замыканию и поэтому я думаю что вероятность жесть будет минимальная потому что если коз значит он не сработает но все подсоединяю и включаем питание и посмотрим питание было мало добавил чуть питания и в принципе сейчас он у меня уже функционирует то а ну заодно щас я покажу вам по поводу вот видите сейчас напряжение питания у меня 10 вольт так сейчас посмотрим вот 11 вольт 11 и 3 12 12 вольт он горит зеленым и теперь смотрим если он например летит 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 падает напряжение 13 12 12 начинает уже что-то желтеть 11 уже красный 10 и 6 красный ну вот как то так надо а то еще улетит сейчас надо запустить запустится ну ну все запускается все исправно все на этом буду заканчивать осталось только поставить еще верхнюю вот эту пластину и в принципе уже все будет готово его залакировал подготовил к зимний период эксплуатации ну я думаю если в лужу конечно упадет то закоротит потому что разъем это я не заливал лаком ну а так прошелся и думаю что будет хорошо так что на этом еще раз заканчивая подготовку и делюсь и делешь с вами как я его подготовил может кто-то по-другому будет готовить так что пишите в комментариях ну не забудьте подписаться и ждем новых роликов я заказал восьми лопастные а также до 8 лопастные винты посмотрим как он будет себя вести на 8 лопастных винтах может быть лучше будет летать да и еще один из моих вопросов я там говорил вначале что коптер товарищу покупал ну он оказался у меня теперь товарищу оказался ненужным поэтому разобрались короче вот так он мне тоже нравится все еще раз с вас подписка палец вверх вниз комментарий и жду на своем канале